Дорогие друзья, только что мы закончили съемки ритуального супа древнерусской кухни «Юрма». Но начиная эти съемки, мы даже не знали, чем они закончатся. Поэтому досмотрите, пожалуйста, этот выпуск до конца. Для нас это стало неожиданностью. Для всей нашей съемочной команды это стало большой неожиданностью и таким очень интересным сюрпризом. Желаю приятного просмотра. Всем привет! Сегодня готовим очень редкое, можно сказать, практически ушедшее из русской кухни блюдо суп-Юрма. Оно попало в опалу в средние века после Ивана Грозного. Попало в опалу из-за того, что считалось чуть ли не обрядовым и шло в разрез православной кухни. Потому что в нем соединяется то, что летает, то есть пища скоромная, и то, что плавает, и то, что растет. Пища постная. Ну, это такая полупостная, не в каждый пост ее можно, но в большинство постов рыба разрешается, а у штравата разрешается круглый год. И поэтому вот в этом тут был какой-то несостыковочка, и она, так скажем, наверное, не благословлялась. Вот. Состоит она из дичи, древности это был тетерев-глухарь. Можно использовать петуха, потому что более доступно. Вот, петуха мы отварили, вернее, тут даже два петуха, бульон на улице, сам петух здесь. Дальше, главным героем является белая рыба. Вот здесь вот есть судак, это чисто белая рыба, или розоватая рыба. То есть, вот есть морской окунь. То есть, у нас два представителя, пресноводный, это судак, филе, и из такого морского, это морской окунь. Тоже можно, кстати, и пикшу можно, и окуня простого можно, и щуку можно. Ну, то есть, лишь бы рыба была белая. Желательно, конечно, хищника, потому что, ну, сами понимаете. Вот, манка, чеснок и горошковый перец, дробить его не надо. Два яйца, лавровый лист, шафран и зелень. Из зелени используем зеленый лук, укроп и петрушка. Вот это растет. Вообще, можно летом или осенью использовать крапиву. Блюдо непростое, в высокой сложности, несмотря на то, что, в общем, небольшое количество ингредиентов. Коренье здесь не используется категорически. Вот, то, что снаружи плавает и летает. Три вещи, надо запомнить. Все, приступаем. Рыба. Я не буду умничать, вот мы вчера ее... Мороженое, так и должна быть, пусть мороженое, ничего страшного не будет. Здесь идет сочетание несочетаемого в современном сознании. То есть, идет сочетание рыбного бульона и рыбы с куриным бульоном, то есть, или бульоном из дичи и самой дичи. Понимаете? Сейчас это уже ушло. Я ни одного блюда что-то не припомню, чтобы можно было сочетать рыбное и дичь какую-то, или рыбу, и мясо. Мы делали что-то подобное? Не припоминаю. Я что-то даже не припоминаю. Ну, в общем, смысл такой, что я сейчас это просто залью водой, чистой оставлю, и потом мы будем варить это для того, чтобы получить рыбный бульон и, соответственно, вареную рыбу. Ничего сюда добавлять, ну, может, кроме лука, не надо вообще. Но я и лук добавлять не буду, потому что это тоже как бы лишнее. Так, приступаем к обработке птицы. У нас вот тут вот довольно большое количество мяса петушиного. Но прежде чем мы начнем ляпаться с кнедликами, мы будем делать такие котлетки, кнедлики, фрикадельки из птичьего мяса. Я отдам на улицу, чтобы из рыбы начали варить бульон. Бульон варить нужно не меньше получаса, чтобы рыба выварилась, чтобы она как бы отдала все, весь свой навар и костяной навар в том числе отдала в бульон. Бульон должен быть чистый, как бы насыщенный. Это очень важно. Поэтому я отдаю и в казане. Сейчас Георгий, мой помощник, сварит мне рыбу, а мы будем делать фрикадельки из петуха. Все, Георгий, на, держи. Итак, рыбу заложили большими кусками. Для чего? Для того, чтобы она не развалилась. Просто вот если мы сейчас нарежем, все равно начнутся какие-то рваные части. Они развалятся, развалятся. И, в общем, не пойми, чего будет. Нам нужно, чтобы рыба была куском. Мы потом ее вылавливаем и выкладываем. Делаем бульон чистым. Это важный момент, на который нужно обратить внимание. Все, и теперь мы с чистой совестью занимаемся петухами. Можно нарубить мясо. Нарубить мясо ножом, мелкую, там, скажем, такую эту, древним способом. Но, так как у нас есть мясорубка, я беру, значит, самое большое отверстие на этом, на диске. Значит, и через него пропускаю все. У петуха крепкие кости. Он домашний. Он очень, кости похожи на дичь. У курицы, которая в курятниках вырастает, кости слабые очень. И, а тут прямо, ой, желтые, жесткие прямо. Как будто как у тетерева или у глухаря. Вот я прямо от петушинной грудки оторвал вот это белое мясо. Оно тоже белое и сюда выкладываю. Как раз и от этого тоже петуха то же самое дело. Ну, в общем, если вы будете делать это из одного петуха, ну, или из курицы, конечно, мясо разное. Учтите, что лучше всего делать, конечно, из дичи какой-нибудь. В идеале. Или петуха. Ну, обрядовое. Мы сейчас так, сами не зная, возьмем, совершим какой-нибудь обряд. Вот, и вызовем дух Ивана Грозного или еще кого-нибудь. Как это, Иван Васильевич меняет профессию. Вот он, и откроется стена прямо. И явится он нам тут, будет посохом нам там по башке стучать, чтобы вразумить. Может, кстати, Булгаков, который написал оригинальную пьесу, не пьесу, наверное, это это. Так и хотел сделать. Тоже юрму приготовил. Я прямо с кожей делаю. Все равно все перемелется, а кожа, она как бы такая, ну, штука жирноватая, поэтому пусть будет и жирок тоже в кнедликах, не помешает. Тут еще есть мясо, но у меня еще есть суп венгерский, уйхази. Поэтому я это мясо с ног, там, с бедер оставлю для того супа. Там еще мы вчера готовили его, и очень вкусный суп получился. Поэтому смотрите суп в уйхази и готовьте по рецепту. Венгерскому рецепту ресторанный суп. Прямо вообще очень хороший. Ладно. Все, начинаем перемалывать наши... Вот если взять, вот из грудки делать, то она такая сухая получается, смесь-то, ну, вообще прямо. Конечно, если есть у вас кожа, прямо туда ее, чтобы пожирнее были эти кнедлики-то. У меня есть укроп. Это оставляем в суп. А вот это вот пенечки лук со вчерашнего дня остался. И холосты петрушки тоже так же. Раз. Это будем нарезать в бульон свежий, а это будем засовывать и перемолим сюда. То есть отдельно у нас есть фарш, а отдельно зелень для фарша тоже будем скручивать. О, мамочка пришла. И кот пришел. Вот посмотрите, и кот пришел, и мамочка у нас пришла. Можно я длинный вес посыпаю чуть-чуть? Нет, не надо. Лучше совать. Просто постой, посмотри, как мы делаем суп юрма. И вышел ритуальный. Он ритуальный суп, да. Он использовался там в праздники и так далее. Похлебкин восстановил этот рецепт. Мы нашли этот рецепт и делаем по древнему рецепту. Здесь рыб Ивана Васильевича Грозного, да. И патриарха Никона. Вот. Я даже как-то смущаюсь немножко. Ну что смущаться-то? Тут все вот пока прилично. Мне это нравится. Я уверена даже, что... Это же очень ответственно. Такого ролика нет на просторах интернета. Будет? Будет. В чем проблема? Ну пахнет вкусно. Смотрится красиво. Я бы даже нос куда-нибудь... Там рыба будет, мама. Нормально. И лук. Все. Давай. Беги. Лук. Рыба, будет рыба и лук. Я тебе дам попробовать, естественно. Самое главное тут не переборщить. Сейчас посмотрим, сколько нам потребуется заодно и прочистим там остатки, которые накрутились на наш шнек мясорубный. Туда же закладываем чеснок. Итак, перемешиваем все. Раз, два, три. Сюда два яйца и соль. Хорошо посолили так, чтобы... Так, чтобы уже фрикадельки, вот эти, кнедлики, были сами по себе соленые. Перемешиваем и смотрим, сколько добавить нам манки. Надо, чтобы вот эти... Ну, в общем, фрикадельки, назовем это более привычным нашим словом, или кнедлики, вот, не были такие вот жесткие. Хорошо. Так, ну что, начинаем лепить. Где-то с грецкий орех, так, чтобы они проварились. Большие тоже слишком не надо делать. Ну вот, привычные наши размеры. Ритуальность-то блюда заключается... Вот мы сейчас, сейчас Ирина Сергеевна приходила, она уехала на работу. И мы, пока я лепил фрикадельки, на эту тему рассуждали. Ритуальность-то заключается именно в том, что задействуется-то пять элементов. Вот этого вы нигде уже не... Мы сейчас сами додумались об этом. Пять элементов. Пятый элемент, наверное, фильм смотрели, Люка Бессона. В главной роли Брюс... Брюс Виллис и Мила Йовович. Ну, там много очень талантливых актеров. Это мой один из самых любимых фильмов. Я начинаю его смотреть и не могу остановиться. И смысл заключается в том, что пять элементов. Птица летает, если расшифровывать. Рыба плавает, символ воды. Рыба плавает, птица летает. Земля. Это трава, из которой идет. Что там? Огонь. На огне делается все это дело. На улице, на огне. То есть четвертый элемент. И пятый элемент это человек. Понимаете? Капитальный суп вообще, ребята. И это все суп. Не какая-нибудь вторая. Понимаете? Смысл-то... Еще один из смыслов 500 супов. В том, что это действительно более серьезная субстанция, чем второе блюдо. Недаром оно первое блюдо. Всегда идет. Казалось бы, первым блюдом всегда едят салат. Ну, вот на подаче, там, все прочее. Первым блюдом едят салат. Но называют-то первое блюдо. По важности. Именно суп. И когда я начал эту тему, я это как бы чувствовал, знал. И именно это было интересно. Потому что, ну, смотрите. Вот казалось бы, у меня много любимых супов. Много любимых, я извиняю, блюд. И других там. Но я их не очень готовлю. Не очень мне хочется их снимать. А это прямо я остановиться не могу. И мне это очень интересно. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, следите за нашими выпусками. Этот суп будет особым бриллиантом в нашей коллекции. Я уверен, что вам он тоже зайдет. И надо обязательно будет его приготовить. Только аккуратнее делайте все последовательно, так как это делаю я. А то такого сейчас пойдет по интернету. У меня увидят, пойдет по интернету. Такого наворотят, что никакого смысла в этом ритуале не будет. Нарезаем зелень мелко. Вернее, даже не то, чтобы мелко. Но давайте резем это все среднее. Потому что у нас объем большой. Смотрите, зелень из объема. Если вы варите кастрюльку там 5-литровую, то это одно. Мы-то варим в казане на улице. Это 10-литровый казан, поэтому у нас и объем побольше всего. Напомню, можно еще крапиву. Ну, если летом. Если зимой делаете, то лук, укроп и петрушка. Берем лук, берем наши фрикадельки или кнедлики. Лавровый лист, шафран, перец горошковый. Вот такие вот приборы, которые помогают процедить бульон. И пошли, все, на улицу одеваемся, выходим. Там у нас костер, и наши бульоны уже ждут. Так, достаем рыбу. Все, она аккуратно сварена, видите? Все у нас получилось. Бульон чистый. Все кипит. Все радуется. Смотрите. И просто вот этой шумовкой выкладываем остатки. Ну, какие-то вдруг вещи остались неприятные. Надо, чтобы чисто-чисто было. Мы накануне, кстати, крещения Господня делаем этот суп. Ну, вообще, мы прямо достукаемся до чего-нибудь такого. Так, здесь чистота. У нас бульона где-то, ну, я думаю, литра три, наверное, точно, с половиной есть. Сейчас берем и вот сюда вот, держи, я тебе буду накладывать петушиные бульоны. Примерно столько же тоже, чтобы ничего, никакого, ни лука, ничего там. О-о-о-о, хорошо. Кипящее все должно быть, все кипит. Смотрите, медленно, важно, медленно вливаем куриный петушиный бульон, то есть от дичи бульон в рыбный, в кипящий рыбный бульон. Вливаем медленно. Остатки даже все равно здесь. Чуть-чуть мелочь осталась, вот она должна быть идеально чистой. Все прокипит, и для того, чтобы его осветлить, мы взбитые белки сюда раз, отпускаем. Кипятим минуты три-четыре. Пока все это дело не растворится, пока мы все это дело не заберем. Можно влить ледяной воды немного, тоже для осветления бульона. Вот так, видите, она без крошек, без всяких, без каких-то мелких, как бы впитывает все себя. И взбитое яйцо, белок, взбитый белок впитывает в себя, как губка, всю эту нечисть. И ледяная вода тоже делает свое дело. Смотрите, он такой белый получается, посмотрите. И вот такую пену, вот эту белую оставшуюся, мы это все снимаем, как бы очищаем. Все. Бульон кипит, мы его как могли осветлили. И закидываем сюда наши котлетки, фрикадельки. Соединяем. Как только закипит все, как только закипит, буквально минутка покипит, и будем закладывать зелень, лавровый лист, и горошковый перец, и шафран. Все, ждем, пока закипит. Посмотрите, какая штука. Кнедлики начали всплывать просто раз, сразу два, сразу три. И друг за другом, как мы их закидывали, они также с такой же удивительной последовательностью просто берут и всплывают. Вообще просто, как будто их там кто-то отпускает прямо вот за ниточку. Это прямо чудо какое-то. Посмотрите. Ну, мы прямо им навстречу выкладываем всю зелень туда. Раз. Естественно, рыбу, но я оставлю совершенно... Ну, рыбу, в общем, всю выкладываем. Три лавровых листа, как символ трех составляющих. Закладываем шафран, который тоже, в общем, всегда имел особое отношение среди всех специй, приправ. Он всегда имел... Всегда к нему относились очень по-особенному. Закладываем шафран и черный перец горошком. Все, снимайте. Да. Охватанули мы тут дыма. Ну, вот, начинает потихонечку все закипать. И мы перемешиваем все мягко, спокойно, чтобы не было какого-то будоражения. Не надо сильно тут ввозить. Просто взяли, аккуратненько так перемешали. И пусть кипит на медленном огне. Ну, я думаю, минут 20 пусть покипит. Взял самую красивую тарелку. Такую, как ритуал. Это же торжественная вещь. Все, и начинаем потихонечку накладывать. Вот рыбу. Ох! Надо достать рыбу. Я хотел отложить ее, сделать подтасовку. Но не отложил. Вот она. Вот она. Сама ко мне пришла рыба. Сама ко мне пришла рыба. Ну что, ребята. Ритуальный суп. Юрма. Древний русский суп. С еле-еле сохранившимся рецептом. Вот, пожалуйста, готов. Жож, давай мне ложку. Я буду пробовать. Я прямо сейчас попробую, потому что это нестандартно. Не будем слоу-мо. Прямо сейчас. Вот, сходу. Я не пробовал это, честно. Вообще. Рыба есть, и курица. И перемешанная. И как бы, и не разделить это все. Определенный вкус. И трава. То есть нельзя определить, вот что-то вот тут так, так, так. Все смешалось в единое. Понимаете? В единое целое. Сейчас я рыбу попробую. Что с рыбой стало. И к ней бег надо попробовать. Мороз и солнце. Солнце, правда, вчера было. Он мягкий-мягкий. Кнелик просто очуметь. Он мягкий. Прямо нежный. Не то, что там кусаешь. Он разваливается. То есть он форму держит, но он такой вот раз и расплывается. Готовьте обязательно по этому рецепту. Приходите к нам еще. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Это один, наверное, из самых неожиданных и самых таких сложных, наверное, супов, которые были у нас за всю нашу историю и за прошлую и наверняка за будущее. На меня это произвело очень большое впечатление. Попробуйте сделать. Только не смотрите, ничего не перепутайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok